МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы находимся в нашей любимой и легендарной школе Самбо-70, где проходит ежегодное соревнование по карате. Московский Кайман 2017. Наш символ – это крокодил. Вот он, замечательный. В рамках проекта «Я побеждаю без допинга» мы сейчас возьмем интервью у наших чемпионов. Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о ваших достижениях. Меня зовут Назаритян Артем. Я являюсь мастером спорта международного класса по киокусинка и карате. Чемпион России 2017 года, чемпион мира 2017 года, двукратный серебряный призер мира, чемпион Европы. Здравствуйте! Я Крым Упартур, мастер спорта международного класса. Несколько раз выиграл чемпионат России, чемпионат Евразии, становился вице-чемпионом мира. Зовут меня Игорь Реднов. Являюсь чемпионом России, Европы, двукратным чемпионом мира по карате и киокусинкай. Тренируюсь под руководством Дмитрия Юрьевича Котвицкого, мастер спорта международного класса. Я Межевцов Станислав. Являюсь мастером спорта международного класса по карате и киокусинкай. Чемпион России и чемпион Европы 2016 года. Здравствуйте! Меня зовут Абай Ванжелика. Я заслуженный мастер спорта по карате. Достижение двукратной чемпионка мира, чемпионки Европы, Кубка чемпионки Европы, шестикратная чемпионка России и так далее. Расскажите нам пару слов о том, что же такое все-таки допинг и каковы последствия его. На мой взгляд, допинг – это нечестная борьба в нашем виде спорта, да в любом виде спорта. В моем понимании, допинг – это применение тех препаратов, которые позволяют спортсменам иметь преимущество на турнирах над другими спортсменами, которые не употребляют запрещенных веществ. Последствия могут быть самыми разными. Многие спортсмены даже не понимают, что, имея какое-то преимущество в поединках, на соревнованиях, они могут не чувствовать усталости, не чувствовать травм, не чувствовать боли, которые они получают. Но после турнира это может привести к серьезной травме, вплоть до завершения карьеры спортсмена. Допинг – это мое мнение. Это грязный путь. Путь слабых. Потому что ты изначально уже сломался. Ты не готов достойно, честно, наравне со всеми тренироваться, драться, выступать. Ты уже ищешь легкие обходные пути, за счет этих путей ты хочешь выиграть, победить, чего ты достичь. Но на самом деле ты обманываешь и себя, и своих близких, и своих родных. Потому что грязный, неправильный путь. Скажите, наиболее эффективные методы борьбы с допингом? Я считаю, что нужно… Есть такие спортсмены, которые просто пропускают информацию, к сожалению, через свои ушки и тренеры их. Многие даже не знают, что есть запрещенные препараты, которые влияют на здоровье и все. Я считаю, что массовую информацию нужно включить, больше об этом говорить. И только тогда большая часть будет знать, что можно, что нельзя. И тем самым уже будет намного меньше тех, кто все-таки кушает неправильные таблетки, лекарства и так далее. Может ли начинающий спортсмен, не принимая допинг, стать чемпионом? Ну, я считаю, что нет ничего невозможного. Каждый спортсмен может добиться упорным трудом любых высот, которые только он перед собой поставит, любых целей. Все спортсмены, которые сейчас являются топовыми спортсменами, которые поднимаются на пьедестал самых серьезных турниров, они когда-то начинали с самого начала. Поэтому только вперед, только упорный труд, ну и, может быть, немножечко таланта здесь нам поможет. Любой, не любой, сложно сказать, но тот, кто достойный, честный, тренируется, труется и идет к своей цели, у него есть все шансы выиграть и все шансы стать чемпионом. Скажите пару напутствующих слов молодым спортсменам, которые только начинают свой путь. Я хочу сказать им самое главное. Будьте спокойны и счастливы идти к новым победам, к новым вершинам. И только тогда у вас все получится. Хочу пожелать ребятам, несмотря на поражение, не сдаваться, двигаться вперед и оставаться преданным своему виду спорта, не распыляться на другие виды спорта. И рано или поздно все ваши старания, они дадут результат. Молодым спортсменам я пожелаю ставить цели, добиваться их. Если они уж выбрали этот путь, идти до конца. И пожелаю им удачи. На самом деле все просто, много слов не надо, есть два золотых слова. Первое это дисциплина, второе это трудолюбие. Если ты будешь это соблюдать, ты достигнешь результата. Расскажите свой девиз по жизни, может быть у вас такой есть? Да, конечно, идти только вперед и видеть только новые вершины. Достигать самое главное в жизни. Ну, наверное, такого одного конкретного девиза нету. Но один из главных принципов это то, что движение это жизнь. Все время выхожу на соревнования с мыслью о том, что ни шагу назад и до конца идти вперед. Вот, и советую ребятам тоже бороться до конца, побеждать, не сдаваться. Дисциплина и трудолюбие. И быть честным перед самим собой. И перед тем, там, Вася, мама, папа, сколько там, Тарас отжался. Перед собой. То есть, ответить, ты должен был сделать эту работу. Если ты честно, достойно сделал, ты молодец. С нами сегодня заслуженный тренер России Котвицкий Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Добрый день. Хотели бы задать вам пару вопросов по поводу соревнований. Как же все-таки появились эти соревнования в школе самбо-70? С чего все началось? Началось все с очень простого. Школа имеет огромнейший профиль занятий. И даже не знаю уже, сколько здесь видов спорта занимается. И практически и в нашем районе, и в Москве, и в России школа самбо-70 охватывает все слои населения. И для того, чтобы еще один вид спорта оказался здесь, появилась и каратэки у Кусинка. И вид спорта, который является официальным, имеет официальный статус, проводит чемпионаты мира и Европы. И спортсмены школы самбо-70 добиваются здесь, я бы сказал, высочайших результатов. Сколько лет уже проводятся такие соревнования? В школе самбо-70 такие соревнования проводятся 27 лет. Это 27-й турнир. И неизменно на этом турнире присутствуют чемпионы мира, Европы, заслуженные мастера спорта. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки крокодил, зеленый крокодил? Это кайман. Вид крокодила, который во время поединка не делает шагов назад. Никогда. Даже если он погибает. И самое интересное, что он может свою жертву пожалеть. То есть, если жертва пришла в негодность, так скажем, то он может не растерзать ее, а уйти. И то же самое в бою спортсмен, который является хорошим мастером, никогда не будет приносить боль тому, кто слабее его. Скажите, пожалуйста, пару напутствующих слов спортсменам, которые сегодня участвуют в соревнованиях. Самое важное, мне хочется, чтобы первое, это у них не было травм. Второе, чтобы судейство было чистым, действительно победил сильнейшим. Ну и третье, я хочу, чтобы в будущем в жизни у них получалось очень много хорошего. И в спорте они добились результата. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.